Велокомпьютер Всем привет, это канал 1000 штук И я вот что подумал, у меня есть велокомпьютер Есть Amazfit BIP Давайте проведем велотренировку И сравним показатели компьютера С показателями часов И посмотрим Что у нас по скорости будет GPS, что по скорости будет компьютер Итак Давайте запускаем Тренировку и я буду о промежуточных результатах Информировать Погнали Уже доступны некоторые промежуточные результаты Значит я проехал 11 минут 26 секунд По велокомпьютеру 11 минут 2 секунды Значит у нас Получилось расстояние 2,92 В километрах, здесь получилось 2,97 По скорости я могу сказать сейчас Что Время на Скорость на Amazfit BIP Все время меньше Где-то на полкилометра в час Не знаю с чем связано То ли GPS подтормаживать не успевает Не знаю В общем будет видно полная картина Когда я проеду примерно еще столько же Тренировку завершу И тогда посмотрим что получилось Ну я поехал дальше Так что у нас получилось на компьютере Расстояние получилось 5,57 километра Время 20 минут 58 секунд Максимальная скорость 42,6 Средняя скорость 16 Калорий 137 Вот в принципе вся информация Теперь давайте посмотрим на результаты по Amazfit BIP Итак Давайте посмотрим что записала Amazfit BIP Так История записей И вот она нынешняя Значит видите На часах показывается трек Это в принципе удобно И всего расстояние получилось 5,45 километра А велокомпьютер показал Как вы помните 5,57 Ну в принципе я вам скажу Что это достаточно близко Разницу можно объяснить тем Что GPS не сразу словил спутники А на велосипеде я уже ехал Давайте посмотрим следующее 22 минуты 32 секунды Против 20 минут 58 секунд Значит разница у нас получается Где-то полторы минуты Можно в принципе объяснить тем же самым Средняя скорость 14,6 На велокомпьютере было 16 Сердечный ритм велокомпьютер не мерит А вот с максимальной скоростью Я вам скажу полный провал На Amazfit BIP 28,5 километров На велосипеде 42,6 Чем это можно объяснить Я даже не знаю Но в какой-то мере может быть тем Что GPS всегда показывает скорость С достаточно большой задержкой Я уже говорил Что в среднем получается Где-то пол километра в час разница Но это если вы едете С постоянной скоростью Какое-то время Если как я вот эти вот 42,6 Набрал только с горки За очень короткое расстояние То вполне возможно Что GPS не успел это зафиксировать В любом случае Я учитывая то Что при постоянном движении Скорость более-менее одинакова Я больше верю велокомпьютеру И здесь вот в гору С горы Это то, что велокомпьютер не показывает Так что я вам скажу Что в принципе Если вы Не хотите И вам не принципиально Наличие карты, трека Как вы ездили То вы вполне можете Смело ездить с велокомпьютером Данных, которые он показывает Более чем достаточно Если он у вас правильно настроен У вас будет и скорость И расстояние И средняя скорость Максимальная И даже калории Если вы введете туда вес В мой велокомпьютер Вес можно ввести Что я и сделал Поэтому я вам скажу Что в принципе Если GPS И рисовать трек Вам не принципиально То можно вполне Ездить с велокомпьютером Этой информации достаточно Перед каждой поездкой Его обнулили Или сбросили И поехали У вас все данные есть Так что такая вот информация Такое маленькое сравнение Подписывайтесь на канал И пока-пока Заглянул еще в программу Здесь тоже есть Небольшая разница Скажем здесь По километражу Все хорошо Средняя скорость Тоже более-менее Но если мы зайдем В подробности То максимальная скорость Видите уже 30 Тоже интересно Калории Теперь мы можем Посмотреть 268 Мы сожгли И если глянуть График скорости То да Действительно видно Что никаких 42 км в час GPS Не заметил То есть у нас Получается так Что вот Два скачка по графику Где скорость Была набрана И я думаю Все-таки Что GPS Не успевает Скорее всего Так оно и есть То есть если бы я ехал Долго с этой скоростью Она была бы зафиксирована Но в моем случае Как я ехал Зафиксировать GPS Это просто не успел Это просто Как в дополнение К информации Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии